Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Продолжаем делать и заниматься электротранспортом. В общем, наконец-таки все пришло. То, что я заказывал, а именно вот такие вот М5 винты в количестве 100 штук. И, соответственно, специальные для этого дела вот такие гайки. Специально с... как оно называется? Самоконтрящейся гайки. То есть, чтобы они не раскручивались, там вот с нейлона проставка есть. В общем, смысл в чем? Я хотел на М5 винты перевести свой каркас электротранспорта, потому что то, что собиралось, делалось вообще, скажем так, просто попробовать вообще, можно ли это собрать. Потом есть у меня такая штука, чтобы оставлять... короче, накернять. Вот, более правильное слово будет. Накернять. Короче, тут у нас уже дыры есть. Сейчас вот это раскручу. Будем просверливать 5-мм сверлом и вставлять вот такие вот винты. То есть, будем заменять на более толстые. То есть, совершенствовать раму. Будем делать это шуруповертом. Ну что, приступаем. Ну что, первое, наверное, что мы сделаем, я так думаю, что надо разобрать это дело. Возьмем, короче, снимем вот эту балку. Сначала аккуратно 3D-печатные катушки пододвинем, чтобы наша опорная балка вот эта вот освободилась. Так-то намного лучше, конечно. И на резиновый коврик, соответственно, все складываем, чтобы ничего не потерять. Так, они нам еще пригодятся. Так, у нас уже начал падать аккумулятор. Значит, его пора отнять в сторонку. Так. Все, осталось последнее. Все, так. Это мы сделали. Все, снимаем. Теперь, главное, порядок не перепутать. Кстати, а дырочки-то тут просверлены-то у нас по диаметру, оказывается. Я еще думал об этом тогда, что вроде как у меня 5-миллиметровое сверло только было. Слушайте, так это облегчает нам задачу. Нам теперь только вот здесь дырки просверлить, внутри самой конструкции. Главное расположение не менять, потому что вот эти все пластиковые конструкции у меня рассчитаны под миллиметраж. Так выглядят М3 винты. Сейчас я вам поближе покажу. Вот так, справа М3 винт, слева М5. То есть, вот такая вот разница. В цене не особо большая разница, да, если какие-то там другие винтики будете покупать, то, соответственно, может выйти дороже. Сейчас мы посмотрим. Тут отверстие, кстати, практически... Сейчас я вам попробую приблизить. Отверстие здесь практически под 5 миллиметров. То есть, работа нам облегчается. И это очень хорошо, потому что чем меньше, соответственно, нам работы, тем только лучше. У левого гироскутера чуть-чуть поменьше отверстие. Слушайте, никогда бы не подумал, что шуруповертом так удобно работать. Так, давайте сейчас примеримся. Примеримся и посмотрим. Так, немножко... Слушайте, ну 5-миллиметровый, да, прям вот он впритык прямо стоит. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас примеримся, посмотрим. Так, тут нормально. Здесь тоже нормально. Так, здесь окей. Пока что все окей. Давайте теперь с вами обработаем вот эту деталь. Я немножко расширяю, чтобы, так сказать, удобнее было работать. По идее, все должно быть отлично. Последнее отверстие. Ну и, в принципе, готово. Так, не забываем расположение нашего профиля. В принципе, вверх-вниз я не думаю, что влияет. Но давайте так же примерно и поставим. Если что, над филечком на это дело подпилим. Так, ну что, достаю я одну гайку. Соколочку с гаечками. Будем смотреть, что получится. Конечно, стружку лучше тут вот убрать, да, здесь и вот здесь. Потому что, не дай бог, замыкание какое-то будет. Но я сделаю это за кадром, возможно. Так, давайте будем смотреть, короче. Вот так вот выглядит гайка. И внутри вот это вот место, оно как бы с пластиком сделано, с нейлоном. То есть, они стоили даже дешевле, чем обычные гайки. Так что рекомендую брать такие, они не будут откручиваться. Ну или, по крайней мере, будут меньше откручиваться. Давайте поставим, посмотрим, как это будет. По-моему, идеально, господа. По-моему, идеально. Так, давайте наживим сначала. Потом, по мере необходимости, я их уже там потяну, закручу и так далее. Так что пока у нас успех. Так, кстати, забыл совсем сказать, что длина вот этих винтов 40 миллиметров. То есть, подбирал специально, чтобы здесь можно было еще уголок поставить или еще что-то. То есть, скажем так, с запасом. Так, делаю сейчас из другого угла то же самое. Смотрите, вот этот винт, вот здесь он сбоку об стенку цепляет. И сам винт, он как бы вот так в сторону немножко поворачивается. Вот нужно сейчас будет разобраться с этим. И уже потом покажу результат. Так, друзья, я нашел, как решить проблему. То, что у нас вот это вот дело не помещается, да? Еще разочек. Оказывается, у меня завалялись вот такие фрезы. У меня, к сожалению, нету по такому диаметру сверла. Так бы я просто стенки там просверлил бы и все. Есть у меня вот такая фреза кукуруза. Называется 3 миллиметра для вон того ЧПУ-станка. Вы его там не видите, сейчас покажу. Вот видите, да? Вот-вот-вот ЧПУ-станочек. В общем, для него это сделано. Красота. В общем, вот такой сейчас фрезой будем стачивать края. Кукуруза по алюминию специально. Вот, практически идеально стало. Вы сейчас увидите, офигеете. Сейчас покажу, сколько сточилось, да? Вот совсем чуть-чуть, казалось бы, сточилось. Но винтик, он уже встает ровненько практически. Да, еще немножко потачу и увидимся. Закручиваем сейчас вторую часть. Так, все, сейчас мы закрепили. Так, есть у нас два закрепа. А другие дырки ни хрена не сходятся. Буквально ни хрена не сходятся. Значит, будем сверлить, так сказать, по-живому. Ну что, вот когда производство наладим, таких штукенций, я думаю, и с диагоналем ни с чем у нас не будет проблем потом. Так, все как влитой. Становится прям вообще, получается, конфетка. Конфетка в домашних условиях. Главное, друзья, самое важное вообще, да, в принципе, это удобное место, типа стола. Какой-то первоначальный инструмент обязательно, да? Даже без такой штуки, ну, в данном случае я сверну уже по старым дыркам, хрен ты чего сделаешь удобно. Хрен чего ты сделаешь. Без какого-нибудь шуруповерта тоже не обойдешься мощного, или дрели. Ну, шурупик, конечно, он удобен, потому что он удобен. Так, ну что, все, теперь все как следует посажено. На вот такие М5 винты вот так закрутил. Здесь, соответственно, крепление. Вот здесь крепление. Здесь все влезло теперь наконец-таки, таким образом. И все, теперь я сейчас переверну и сделаю все то же самое. Потом уже будем среднее делать. Короче, эта часть тоже готова. В общем, один лайфхак получился у меня. Закручивать гайкой в эту сторону получается гораздо лучше. Но, к сожалению, из-за того, что размеры разные, всегда приходится подгонять. Последняя гайка что-то очень туго заходила. Не знаю, то ли с гайкой дело. В общем, еле-еле пассатижами я ее держал, и она не хотела закручиваться. В общем, с этой стороны поменял, стой поменял. В общем, конструкция у нас усилена. Продолжение следует... Продолжение следует...